вот мои пучки липы для женских разных всяких свечей для инских для курсов женских я просто не могу нигде стать у меня везде лепестки а это мой моё гнездышко которая не попросила знать мне надо найти свое новое жилье где я могу работать и делать свечи и расклады и просто жить со своими котами и как раз вот назрела эта тема с переездом очень мощно назрела и был ливень я стояла ждала под навесом когда же он пройдет мне под ноги упала маленькая гнездышко я конечно вначале кинулась думала что там птенцы или яйца никого не нашла дерево высокое я уже вернуть его никуда не могла поругалась конечно что они его неудачно прикрепили а через два часа начался разговор о необходимости что-то менять своей жизни и обретать новое гнездо и вот я просила знака и такое гнездышко упала я прям несколько дней вержала от восторга вот до этого гнезда а потом захотела прям сплести вот сколько хожу там то травы собирают то с катюшкой учимся ходить у меня в голове прямо сплести свое гнездо помимо того что вот сейчас я все пакую и надо искать свое жилье и еще это все связано у меня с котами не так все просто со своими девятью и вот подопечными под окнами и с парализованной кошечкой вот но у меня еще появилось это желание еще и сплести как того тоже в этом поучаствовать энергетически просто сплести гнездо а вот это я полыньку оплыть это сейчас буду вывешивать сейчас их разложу все это пучки по липы для всех этих женских хинских свечей у меня отдельно дуб кленка штан что еще к плотан это мужские березка липа собраны специально для всех женских свечей неважно в каком направлении будут потому что мощная инская ночью рябину вот скорость уберу калину рябину мощная инская энергия идет от нее и я свое гнездышко сейчас начало окружать этими липовыми сейчас еще с ним но окружу сниму просто тут все досыхает я стараюсь это все паковать а это мы ищите полохи новое получается высохшие я уже убрала не буду показывать как но конечно для украшения я взяла другой более слабый чертополох это для свечей для украшения но такая разновидность не колючая не слишком колючая есть еще мордовники это еще предстоит собирать для украшения может быть но не все на ножках все очень сложно а вот в свечи которую я уже делала из высохших чертополохов я просто обрезала держала за хвостик и обрезала ножницами высохшие колючки все это шло уже в свечу и колючки и цветочки вот эти высохшие вот это пойдет свечу и наверно на украшение его но разве что для себя вот он у меня стоит даже какие чистотел можно так у входа в дом из минералов лабрадорит хорошо работает как прям привратник охранник не входят люди которых вы не приглашали с чертополохом это же история с чистотелом работает много лет лет 30 назад первый раз попробовала и знак это работает что дом становится крепостью вот так можно и подвесить и сам цветочек так гнездышко сейчас буду дальше тут все разбирать